В прошлой лекции мы говорили о том, как память влияет на обучение, как эти процессы связаны. Сегодня мы больше поговорим о том, каким образом память функционирует. Понимание этого может помочь вам правильно выстраивать в вас процесс обучения, формировать такие условия обучения, при котором ваше запоминание будет максимальным. Итак, каким образом описывается память? В последнее время описание памяти используют когнитивную модель или модель работы компьютером. Эта модель была предложена Ричардом Ширфрином и Ричардом Аткинсоном в 1969 году. Они использовали эту аналогию, чтобы лучше описать обработку и хранение информации, которая происходит в головном мозгу. Какие же элементы они выделили? Поговорим о них более подробно. Прежде всего, это непосредственная память или коническая память. Это память, которая существует на сенсорном уровне. Мы с вами все способны использовать наши пять органов чувств. Мы можем видеть, мы можем слышать, можем осязать, чувствовать запахи и вкус. И каждый из этих сенсоров обладает определенной памятью. На протяжении непродолжительного времени 100%, от 90% до 100% информации хранится в наших впечатлениях. Жалко только, что эта информация хранится очень непродолжительно, не более четверти секунды. Тем не менее, она может быть воспроизведена. В том случае, если вы обращаете на это внимание и решаете, что для вас эта информация важна. Вы, например, попробовали новое блюдо и решили разобраться, каким же образом его приготовить. В этом случае эта информация от ваших сенсорных источников поступает и переводит ваши впечатления в так называемую кратковременную или оперативную память. Эта память не может сохранить информацию так достоверно, как в непосредственной памяти, но зато хранится она дольше. Психологи говорят, что информация в кратковременной памяти должна быть определенным образом закодирована. Она может иметь визуальный код, аудиокод или семантический код, который хранит значение. Если информация уже приобретает эту определенную кодировку, она может храниться у вас в течение 20 секунд. Оперативная память очень часто используется, когда вам нужно непосредственно и быстро воспроизвести информацию. Эта информация имеет определенный объем. Средний объем памяти кратковременной является 5-10 единиц информации. Об объеме мы будем говорить немного позже. Итак, информация поступила уже к кратковременную память. Информация в кратковременной памяти может быть разнообразна. Разнообразные впечатления, коды совмещаются между собой. Но для того, чтобы информация была переведена в долговременную память, вам нужно послать сигнал, что она для вас действительно важна, что она у вас имеет значение, чтобы ваше внимание переслало ее в другой отдел памяти, долговременной. В долговременной памяти информация должна быть систематизирована. Она должна быть каким-то образом связана с той информацией, которую вы уже знаете. Механизм, по которому связывается информация, называется ассоциацией. Как это работает? Было ли у вас такое, что вы теряли какую-то вещь в доме? Когда вы теряете ее, вы начинаете активные поиски. Вы смотрите под стол, вы заглядываете под шкаф, вы проверяете все ящики, смотрите карманы, если, например, вы потеряли ключи. Почти приблизительно таким же образом происходит и запоминание информации. Когда информация поступает, начинается активный поиск. Что из этого уже известно? С чем эту информацию можно связать? Только центром поиска является ассоциация. Если ассоциация найдена, информация закрепляется и усваивается в долговременной памяти. Повторение ее через какие-то промежутки времени сделает ее усваивание гораздо более эффективным и способным к воспроизведению. Кроме существования различных, можно сказать, отделов памяти, существуют некоторые определенные процессы в памяти. Каким образом происходит переход от одной информации к другую, как лучше осуществляет сохранение. И опять аналогия и модель описания задействована из информационных систем. Во-первых, происходит определенное кодирование информации, как я уже говорила. То есть для того, чтобы она была переработана, ее нужно поставить какой-то определенный формат. Подобно тому, как вам нужно перевести ваши мысли в слова, когда вы пишете сочинение. Также есть процесс хранения информации. Для того, чтобы информация была сохранена, она должна быть систематизирована и упакована каким-то определенным образом. Пока научные исследования по определению хранилища информации в нашем мозге не увенчались успехом. Хотя предпринимались попытки найти то самое место, где хранятся воспоминания. На сегодняшний день считается, что эти воспоминания распределены по нашей нервной системе, каким-то образом зафиксированы в нервных клетках, скорее всего, на молекулярном уровне. Как правило, у нас нет проблем с кодированием и с хранением информации. Где возникает у нас проблема? Это с ее воспроизведением. Вы выходите отвечать на экзамены, и почему-то то, что вы так долго учили всю ночь перед этим, никаким образом не может быть воспроизведено. Как происходит этот процесс? А происходит он подобным образом, как мы эту информацию записываем. Мы должны обнаружить хоть какую-то ассоциацию, хоть какую-то мысль, которая дальше как по цепочке будет связывать нас с тем материалом, который мы изучали. Часто эта мысль не имеет непосредственно отношения к материалу. Например, мы можем вспомнить, как мы сидели, смотрели в книжку, и что было написано на странице. Как только мы вспомним первое слово, как правило, материал всплывает перед нашими глазами, и мы можем отвечать. Ассоциация в этом процессе является ключевым понятием. Нам нужно уметь простраивать ассоциации между нашими мыслями и умениями. Если мы описываем процессы, все процессы, которые происходят в памяти, то мы также должны не забыть о таком важном процессе, как забывание информации. Да, с течением временем информация может быть потеряна. Пока еще нет полного объяснения, каким образом это происходит. Но опять же, по аналогии с компьютерной моделью, скорее всего, если информация долгое время не используется, как, например, давно забытый вами файл, то через некоторое время на ее место может быть записана другая информация. И таким образом, если вы не используете какое-то знание достаточно долго, эта информация вам практически утрачивается. Если мы говорим о физических процессах, которые происходят при запоминании, то они зависят от нескольких факторов. Прежде всего, от того, как работает наша нервная система и насколько информация может поступать от наших органов ЧУС в центральную нервную систему. Предполагается, что работа нервных систем, нервных клеток, их окончаний, которые связаны между собой, она обеспечивает хорошие и прочные воспоминания. Также, то, каким образом информация передается от одной нервной клетки к другой, зависит от состояния так называемых нейротрансмиттеров. Это то вещество, через которое передается сигнал, несущий информацию. Так вот, состояние такого нейротрансмиттера, как эфинферин, говорит о том, будет или нет проведено запоминание. Исследование людей больных болезнью Альцгеймера, который, вы знаете, страдает от нарушения памяти, показало неправильное содержание этого нейротрансмиттера в их организме. Памятные и эмоциональные события формируются под воздействием гормона эфинферина. Вы наверняка помните какие-то события, которые драматическим образом повлияли на вашу жизнь. Например, вы первый раз пошли в школу, или вы приняли водное крещение, или что-то произошло в нашей стране. Как правило, такие события отпечатываются в нашей памяти очень ясно, иногда эти воспоминания называются вспышками. Из-за того, что мы испытываем яркие эмоциональные воспоминания, память фиксирует их, подобно тому, как действует растворитель в старых пленочных аппаратах. И часто мы можем вспомнить эти события вплоть до мельчайших деталей. Итак, вы видели, что память — это достаточно сложный процесс, на который действуют очень многие факторы. Поэтому работа, согласованная вашего организма, ваше хорошее самочувствие, ваше внимательное прочтение информации будет влиять на то, каким образом вы будете запоминать информацию. О механизмах внимания мы будем говорить на следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok